Здравствуйте, ребята! Меня зовут Юлия Сергеевна, и сегодня урок литературы проведу вас я. Мы отправляемся в романтическое путешествие на юг, в Бессарапию, где раскинулись широкие стили. В период с 1892 по 1902 годы по этим местам странствовал никому тогда еще не известный Алексей Пешков, который скоро войдет в русскую литературу под псевдонимом Максим Горький. Именно в Бессарабии у великого писателя возник замысел рассказа Старуха и Зергили. Тогда он был под впечатлением от красоты природы этого южного государства. Свой рассказ Горький создал в ранний творческий период, когда ему было 27 лет. Необходимо отметить, что ранние произведения писателя носят романтический характер. Романтизм – это творческий метод в литературе и искусстве. Романтический герой – это всегда исключительная личность, которая находится в конфликте с действительностью. Романтическая обстановка – яркая, экзотическая. Ребята, вы уже знакомы с рассказом Старуха и Зергили. Чем вас удивил рассказ? Наверняка вам показалась необычная обстановка действия и сами герои. Давайте подберем синонимы к слову «необычный». Молодцы! Я уверена, что вы все справились. Цель нашего урока – понять, что делает героев особенной, неординарной личностью. Для удобства работы давайте воспользуемся таблицей. Параметры, по которым мы будем давать им оценку – характер героя, взаимоотношения с людьми и отношения автора к тому или иному герою. Ребята, а как вы думаете, в чем проявляется характер героя? Конечно, в поступках и словах. Вспомним, как поступил Лара с девушкой, которая отвергла его. Правильно, он убил ее без сожаления. О какой черте характера это свидетельствует? Жестокость, эгоизм. Он берет от жизни и людей все, но ничего не отдает. В его поступках и словах проявляется гордыня. Ребята, а как вы считаете, понятие гордость и гордыня – это одно и то же или это разные понятия? Давайте сравним определение. Какое определение больше подходит к описанию характера Лары? Конечно, гордыня. Молодцы. Ребята, а как вы считаете, в чем исключительность Лары? Правильно, неординарным является то, как он появился на свет. Лара – это сын орла и обычной женщины. И, конечно, это повлияло на его характер. А как проявляются взаимоотношения Лары с людьми? Вспомним, как он свысока с ним не общался. Мы можем отметить, что он презирает людей. Относится к ним высокомерно, не считается с ними. Лара находится в конфликте с миром. Люди жестоко поступили с ним, смеялись. Поэтому их конфликт непримирим. Герой обречен на одиночество. А как вы думаете, в чем проявляется отношение автора к такому герою? Вспомним, чем заканчивается его история жизни. Он превратился в тень. Не правда ли тень символизирует нечто гнетущее, что не может обрести покой, тьму, в которой пребывает душа Лары? Таким образом, Горький осуждает его поступки, античеловеческую сущность. Проверим заполнение таблицы. А теперь давайте обдумаем характер старухи из Иргии. Мы с вами помним, что в отличие от Лары и Данка, она обычный человек. В чем же ее неординарность? Давайте разбираться. Во второй части старуха рассказывает о своей жизни и отношениях с мужчинами. Смысл жизни, по мнению героини, в любви. У из Иргии было много поклонников. Она умела отдаваться нежным чувствам без лишних раздумий. Каков же характер героини? Вспомним историю спасения Аркадека, ее последнего возлюбленного, который попал в русский плен из Иргии. Прикинувшись нищий, она убила часового и вызволила Аркадека. После она его бросила, потому что не хотела, чтобы ее любили из чувства благодарности. Чертами характера героини являются страстность, смелость, гордость. Она безумно любит жизнь. Вспоминая своих любимых, из Иргиль говорит, «Я была счастлива на это. Никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками». Это сравнение указывает на то, что героиня не любила по-настоящему тех, с кем связала ее жизнь. Конечно, ее любовь оказалась недолговечной и не прошла испытания времени и трудностями жизни. Любовь для нее – это наслаждение, стремление взять от жизни все, но при этом ничего не давая взамен. Вспомним, какую видит из Иргиль автор. Обратимся к тексту. «Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцу, идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с прута. Плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам изгребленного пыта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галатный и жестокий, красноречивый и холодный. И все они только бледные тени. А та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но и сушеное время. Есть тело без крови, с сердцем без желания, с глазами без огня. Тоже почти тень. Как вы считаете, как автор относится к героине? Несомненно, он считает, что ее любовь по своей сути эгоистична. Разлюбив человека, она сразу же забыла о нем. Важно отметить, что автор сравнивает ее с тенью. Не правда ли образ сближает старуху и лару? Этот образ тени. Как вы думаете, что объединяет этих двух героев? Конечно, неумение любить по-настоящему, исключительность натуры, а также конфликт с окружающим миром, который выражается в том, что герои бунтуют против устоявшегося миропорядка, но при этом хотят быть принятыми и понятыми людьми. Следствием является одиночество героев. Проверим заполнение таблицы. Давайте теперь дадим характеристику Данка. Мы с вами помним, что это герой легенды, исключительный герой. В чем же его неординарность? Вспомним. В третьей части рассказа Максима Горького старуха из Иргиль речь идет о человеке, который пожертвовал своим сердцем ради других людей. Данка – это полная противоположность Лары. Он отчужден от общества. В то же время его душа наполнена благородством и самоотверженностью. Давайте вспомним его диалог с людьми. Обратимся к тексту. Не своротить камня с пути, думаю, Кто ничего не делает, С тем ничего не станется. Что мы тратим силу на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес И пройдем его сквозь. Ведь имеет же он конец. Все на свете имеет конец. Идемте! Ну, гей! В этом эпизоде проявляется смелость, мужественность, храбрость, решительность, лидерские качества, самоотверженность, самопожертвование. Действия героя наполнены любовью к людям. Ребята, а как вы думаете, в чем исключительность Данка? Несомненно, в его добром сердце. Вы, конечно, помните, что Данка вырывает из груди свое сердце, чтобы спасти напуганных, озлобленных, потерявших веру в спасение людей. Он поистине является героем с большой буквы. Данка пожертвовал собой ради спасения людей. Но какие же взаимоотношения у него с людьми? Давайте обратимся к тексту. Кинул взор вперед себя на шире степи гордый смельчак Данка. Кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и умер. Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой. И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой. Данка совершает подвиг любви по отношению к людям. Но при этом люди, они не доверяют герою, боятся ему, о чем свидетельствуют цитаты. Они насторожились как волки. А в чем же авторское отношение к герою? Несомненно, он восхищается, воспевает его красоту, смелость, подвиг ради людей, о чем свидетельствует изображение голубых искр. сердце, рассыпавшись в искры, угасло. Проверим заполнение таблицы. Ребята, а как вы считаете, что объединяет Данка с Ларой и старухой из Иргиль? Конечно, исключительность, неординарность натуры, свободолюбие и конфликт с окружающим миром. Почему люди наступили ногой на сердце Данка и пошли дальше? Люди оказываются не готовы героям к исключительным натурам. Неординарные личности оказываются непонятыми, отвергнутыми и вынужденными быть в одиночестве. Конечно, у героев много общего. Они все являются романтическими натурами. Но в чем же их различие? Лара и Данка герои-легенд. Сердце Данка превращается в голубые искры, что символизирует надежду, свет, всепрощающую любовь. А Лара превращается в тень. Для автора Данка является воплощением идеала человека, а, соответственно, Лара антиидеал. Авторское отношение к героям также выражается и в композиции произведения. В рассказе три части. Первая – легенда о Ларе, вторая – жизнь старухи из Иргии, и третья – легенда Аданка. Первая и последняя части – это легенды, а вторая – воспоминания старухи о молодости. Разговор пожилой женщины и рассказчика соединяет три разные по содержанию части. Как вы считаете, почему Горький заканчивает свое произведение легендой Аданка? Это выражение авторской веры в человека, в его доброе, храброе сердце, веры в то, что любовь является безграничной и всепобеждающей. Домашнее задание. Выполните одно из заданий по своему выбору. На этом наш урок заканчивается. До свидания.